Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. В Самаре с 13 по 15 февраля пройдет Всероссийский фестиваль STEM-ов МКС-2015. Что же это за мероприятие? Чем же порадуют его организаторы? Какие команды соберутся на сцене? Ну, наверное, об этом как раз нам расскажут наши сегодняшние гости. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Если будут какие-то вопросы, которые я не успею задать, задавайте, пожалуйста, вы, дорогие друзья. Я думаю, наши гости, конечно же, с радостью на них ответят. Ну и розыгрыш призов. Ожидайте. Сегодня, обещаю, что-нибудь да разыграем. Итак, я вам представляю наших гостей. Знакомьтесь. Начну, наверное, с девушки, которая сидит посередине, потому что она является руководителем фестиваля. Это Мария Резванова. Здравствуй, Мария. Здравствуйте. Рядышком расположился Владимир Сухов, заместитель руководителя фестиваля. Привет. Здравствуйте. Ну и Татьяна Сорокина исполняет замечательную роль администратора фестиваля. Собственно говоря, тоже на ее плечах очень многое, я думаю, лежит. Привет, Татьяна. Всем привет. Ну, во-первых, поздравляю вас, что скоро состоится такое событие. Прям буквально вот-вот-вот уже за горизонтом. Вы немножечко усталые или радостные сейчас? В каком находитесь состоянии? Мы в предвкушении. В предвкушении. Большого события, да. Ну, рассказывайте, что за фестиваль? Впервые ли пройдет в Самаре? Впервые ли пройдет именно в Самаре или, может быть, в других городах? Немножечко об истории этого фестиваля. В Самаре пройдет первый раз, и вообще это первый раз этого фестиваля. Был у нас раньше фестиваль «Веселый самовар», и вот в продолжение традиции, наверное, проходит наш фестиваль МКС. Ну, прошло достаточно много времени с тех пор, как перестал существовать предыдущий фестиваль. И поэтому долго к этому шли, и хотелось возродить это вот стемовское движение. И как-то так сложилось, что именно в этом году мы собрались, вот получилось. Тем более немного обидно, что в других городах такие фестивали есть и проводятся, к ним ребята ездят, а у нас такой центральный город по Волжье, а ничего такого нет. Поэтому решили, что надо. Пора. Вы решили восстановить справедливость и собрать все команды у нас здесь в Самаре, в нашем замечательном Волжском городке. Хорошо. Ну, МКС. Я понимаю, что на Международную космическую станцию отправляться мы не будем, или все-таки будем. Рассказывайте, как такое название родилось, что скроется за этими тремя буквами? МКС — это молодежный конкурс STEM. По поводу космической станции, может быть, где-нибудь в перспективе когда-нибудь отправим победителей, да, заменевших первое место на МКС. Почему нет? Логотип у нас космонавт, и вообще, в принципе, космическая тема такая, поэтому, соответственно, название МКС под стать тематике. Я думаю, еще кроется, наверное, и организатор за этой такой аббревиатурой. Конечно, потому что организовывает это Самарский государственный аэрокосмический университет, и, соответственно, все, стараемся максимально приурочить к космосу. В традициях ВУЗа. Да. Хорошо. Три дня фестиваля. За эти три дня что вы собираетесь сделать, что собираетесь такого интересного принести людям, которые приедут и которые придут посмотреть? Для тех, кто приедет и, собственно, придет посмотреть, это в первую очередь демонстрация, наверное, достижения способностей своего района проживания. То есть это люди, которые вот не в двухшаговой доступности, да, находятся, из других городов к нам приезжают и покажут, что они могут, а мы имеем возможность на это посмотреть. Первый день конкурсные выступления первых, первой части команд, второй день конкурсные выступления второй части команд, и третий день это гала-концерт с лучшими номерами, с лучшими фишками и сюрпризом. Сюрпризом? Да. Сюрприз мы закрываем пока. Необходимо будет прийти, посмотреть и узнать, какие же сюрпризы таились. Конечно. Хорошо. Ну, действительно, в этом есть доля правды. Все карты на стол пока выкладывать еще рано. Я думаю, чтобы наши телезрители уже как-то активизировались, необходимо задать им какой-то вопрос. А, собственно говоря, разыгрываем мы билеты на концерт группы On The Go. И, собственно говоря, вопрос звучит так, в каком городе же была организована эта группа? Три варианта ответа. Это Екатеринбург, Тольятти или Ижевск. 202, 11, 22. 202. У нас тут есть подсказки, но, я думаю, наши телезрители не увидели, потому что камера не уловила подсказку. Поэтому, я думаю, давайте сами, дорогие друзья, звоните. 202, 11, 22. В каком же городе была основана группа On The Go? Екатеринбург, Тольятти или Ижевск? Что ж, ну, я так понимаю, что есть поклонники этой группы у нас среди присутствующих? Ну, практически да. Ага, замечательно. Слышали они, да. Хотим посетить тоже, но не получится, потому что будет фестиваль. 13-е, 14-е, 15-е. Замечательно. Хорошо. Такой вопрос, я так понимаю, то, что фестиваль, это, ну, это, конечно, это какой-то смотр прежде. Это и себя показать, и других посмотреть. Ну, и какая-то конкурсная часть тоже присутствует. Есть? Да, все верно. Выступление команд будет продолжаться 20 минут, а сегодня будет жюри. Жюри, соответственно, творческие люди нашего города. Актеры. Чуть-чуть попозже расскажем о жюри, пока вспоминаете весь список. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. С чем нам пожаловали? С вопросом или с ответом на наш вопрос? С ответом на ваш вопрос. Давайте. Какая вы оперативная, Тамара, у нас? В каком же городе была основана группа «Он Зе Гоу»? Это группа «Исталяйти». Это группа «Исталяйти». Действительно, наша самарская практически группа, наши соотечественники. Я вас поздравляю. Вы получаете два билета на концерт этой группы. Уже есть человек, с кем отправитесь? Может быть, кому-то подарите? Отправить с дружкой. Отлично, замечательно. Я думаю, прекрасный вечер проведете вместе с подругой. Вас поздравляю. Вам желаю, конечно же, хорошего вечера. Ну, а тот, кто не попадет на концерт группы, есть возможность попасть, собственно говоря, на фестиваль, о котором сегодня мы вам и рассказываем. О жюри. Продолжаем. Кто жюри? Кто будет судить? Да, жюри у нас будет составлять, как я уже сказал, известные, почетные жители города. Это актеры Самарского театра драмы. Это ведущие, которые в свое время были участниками коллектива Стэмовских в свое время, которые участвовали также на всероссийских фестивалях в других городах. И люди, которые непосредственно сейчас занимаются творчеством. К примеру, это проект Комедос, самарский проект. Вот это участники жюри, члены жюри, которые будут оценивать творчество гостей с разных городов, в том числе и команды из Самары. Отлично. Ну то есть и, я так понимаю, люди, которые близки к молодежи, оценивают их, ну и почетные, опытные. Ну да, главная, наверное, идея, задача была подбора жюри максимально разнообразных людей, разных возрастов, разных взглядов, но связанных с творчеством. Поэтому вот такой пул мы собрали в жюри. Ну посмотрим, что из этого получится. А вообще как отнеслись, когда созванивались с людьми, которые предполагали, собственно говоря, в судейскую коллегию собрать, как отнеслись к такой идее, что вот состоится такой фестиваль? Радостный или наоборот, как-то, ой, сможете ли с опаской? Ну на самом деле все очень охотно воспринимали это, потому что все помнят себя в молодости, помнят вот это вот движение творческое, студенческое. И поэтому, в принципе, сразу все соглашались. Единственный момент только вот по времени был, если кого-то какие-то мальпоряйцы, то отказывались. А если свободно, то сразу соглашались. Поэтому проблем таких не было. И в общем и целом подбор жюри, я считаю, прошел успешно. Ну к вам, наверное, все-таки к Татьяне даже больше, как к администратору фестиваля. Но я так понимаю, действительно будет лежать такая глобальная роль именно в день проведения фестиваля, правильно? Да. Ну рассказывай, что будешь делать, что лежит на твоих плечах? Ну обязательно надо проконтролировать, чтобы все команды прибыли вовремя. У нас есть три команды из Москвы, команда из Воронежа и самые дальние наши гости – это команда из Новосибирска. Да, даже ребята оттуда к нам приехали. Надо будет собрать, какие бы они взрослые ни были, их собрать, привезти, проконтролировать, чтобы у них был подготовлен реквизит, было готово их выступление, чтобы они нигде не потерялись, вовремя отовсюду пришли. Ну надеемся, что у нас все пройдет успешно. Хорошо. Ну не было страшно, вы молодые такие люди, я понимаю, что вот такой фестиваль организовать – это не просто за один день вообще возможно. Не было ли страшно? Это была настолько мощная и сильная идея, что на самом деле у меня лично не возникало ни на секунду вообще чувства страха, что ничего-то не получится или что-то пойдет не так. Последние дня два, наверное, появилось немножко волнение, но все-таки мероприятие достаточно масштабное получается. Страха нет. Нет, просто хочется очень сделать это здорово, красиво и ярко. И вот с этим желанием мы идем. Хочется, чтобы это запомнилось и зрителям, и участникам, чтобы всем понравилось. Я думаю, организаторам уже запомнится, потому что столько сил, наверное, нужно эмоций. Мы должны получить моральное удовлетворение. А вот зрителям и участникам посмотрим в ближайшие дни, насколько это все будет памятно для них. Хорошо. Вернемся к истории фестиваля. Впервые проходит в Самаре. Как вообще пришла идея? Ну, собственно говоря, мы понимаем, что умер один фестиваль, ну, скажем так, возрождается другой. Ну, сколько прошло времени от осознания того, что хочется сделать что-то такое подобное в Самаре, до от реализации? Как давно живете с такой идеей? С октября, с ноября. С ноября, наверное. Ну да, конец октября. Слушайте, это не так уж много. Конец октября, начало ноября. Ну, скажи, как это было. Ехали вы с творческого фестиваля из города Омск. И все, и, собственно, задались вопросом, почему же мы не принимаем гостей у себя в Самаре, почему у нас нет такого мероприятия, у нас же в нашем родном университете столько STEM-ов. Надо что-то сделать. Давай сделаем. Да, давай сделаем. Коллективы постоянно ездят по другим фестивалям, поэтому, ну, нам просто необходимо было сделать что-то свое уже. Вот и все. Тем более, знакомств уже много на других фестивалях с другими коллективами, они уже к себе, как к нам, к друзьям относятся, к людям, как к себе домой. Да, просто к телефону звоним, ну что там, привет. Да, да, да. Хорошо. Ну, то есть, я так понимаю, что прошлое тоже STEM-овское, KVN-овское у всех у вас, у организаторов, правильно? Хорошо. Тогда вы нам расскажете, что же давали вам эти фестивали, когда вы приезжали, когда вы ездили, когда вы принимали участие, что дало? Ну, начинаем. Отлично. Ну, конечно, мы, по-моему, единственный у нас молодой человек. Мы уже говорили о том, что в СГАУ достаточно много коллективов, но все равно студенческая весна в рамках университета – это одно, а выступления на других фестивалях – это совершенно другое. Это выезд на другую площадку, это знакомство с большим количеством коллективов. Коллективы все разные, и разная подача, разные манеры, разный юмор. И это интересно, в первую очередь, для того, чтобы развиваться. Потому что, как ни крути, коллективы разные у нас, ГАУ, но, тем не менее, есть какие-то общие черты, общие концепты, а здесь открывается каждый раз что-то новое. И в каждом новом городе фестиваль проходит совершенно по-разному. И в этом заключается основная идея и интерес именно вот этих вот фестивалей. И поэтому, поездив по нескольким городам, понимаешь, что нравится зрителю, что не нравится зрителю, какие фишки можно использовать, что можно додумать. И в плане творчества, и в плане организации это очень помогает. Поэтому есть багаж какой-то знаний, который мы пытались использовать при фестивале в нашем городе. Ну, что-то новое привнесли, я имею в виду, вы многое посмотрели, куда-то поездили, посмотрели, как в основном организуются фестивали. А что-то такое новое, необычное, эдакое, самарское будет у нас на фестивале? Ну, это тоже относится к секретикам. Ага. Ну, то есть будет. Так посмотрели на меня наши гости, типа, уж обещают, что они будут. Мы постарались сделать максимально интересно и максимально комфортно для зрителя. Для участника тоже, между прочим. Вот, кстати, надо сказать, что особенность нашего фестиваля в том, что участники приезжают и расселяют в санатории. То есть это входит в наши организационные моменты, потому что не на всех фестивалях это предоставляется, у нас это предоставляется. Без оргвзноса. Что, как участие во многих фестивалях, требует оргвзноса. У нас без оргвзноса участие в фестивале. Замечательно. То есть проживание за счет, скажем так, делегирующей стороны, наоборот, принимающей стороны. Ну, это вообще, мне кажется, большой плюс для всех участников, потому что, немножко давайте пройдемся по участникам. Как вы уже сказали, что это из многих городов, не только из Самары, я так понимаю, да? Какие команды будут? Может быть, самарские известные, нет? Самарская команда... Самгубс, да, вирус будет. Ну, Татьяна, как администратор, знает, видимо, все. Немало бумаг пересмотрела, немало документов каких-то, приняла протоколов и так далее, я думаю. Из Москвы команда ФОПФ, МИЭМ и команда... Студия ДТП. Студия ДТП, да. Из Воронежа приезжает команда Моразиха. Студия ДТП, Новосибирск, команда Фокториал. Все. Все сказано. Все. Но это все студенческие команды, либо вообще возрастной ценз как-то учитывался у вас? Кто мог пройти в фестиваль? Да, по положению в фестивале могут принимать участие только команды учебных заведений. Высших учебных заведений. Высших учебных заведений, не СУЗов даже, только ВУЗов. Какие еще критерии были для отбора участников? Жанры юмора. То есть мы сразу изначально решили, что мы не будем трогать КВН. Потому что КВН — это отдельное движение, у них есть своя лига, и перетягивать изъяву на себя — это как-то глупо. Поэтому мы взяли остальные жанры, которые относятся к стему, театры абсурда, мимы. И вот все театры, которые играют в этих жанрах, могут принимать участие. Замечательно. Ну что, ребят, кому сказать спасибо? От вас, я думаю, от организаторов, от главных организаторов этого мероприятия. Ну, что у нас скоро вот состоится, что завтра открытие. Но я так понимаю, что многие приложили руку к этому событию. Поэтому, Мария, как с рукой для фестиваля? Давай. Спасибо. Спасибо. В камеру направляй свои приветы. Большое, огромное спасибо. Очень хочется сказать всей команде организаторов, всем ребятам, которые помогали, которые прикладывали к этому свои усилия и свою руку. Ну и администрации университета тоже хочется сказать спасибо за их помощь. За их поддержку. Ну, а я скажу спасибо всем, кто придет, посмотрит, оценит. Вход бесплатный, фестиваль открытый, поэтому ждем всех. Но хотелось бы добавить, что все-таки фестиваль такого достаточно высокого уровня, начало в 7, и поэтому старайтесь приходить вовремя, потому что если вы придете позже, то вас просто не пустят. Такая небольшая ремарочка. А так ждем всех, всем будем рады. Замечательно. Ну и Татьяна. Всем спасибо, уже сказано. Давай что-нибудь поищи, кому уже еще забыли. Хочется, наверное, сказать заранее спасибо и пожелать, чтобы у нас была хорошее фото и видеосъемка, потому что это очень важно, это будет очень такая память-память, чтобы мы это могли смотреть, просматривать, улыбаться и всем показывать, чего мы достигли. Спасибо команду, которая приедет. И желаем удачи. Замечательно. Ну, я думаю, о программе поговорим чуть-чуть подробнее в следующей части эфира. Ну, а пока смотрим нашу постоянную рубрику «Геометрия стиля» и возвращаемся в студию. Здравствуйте. С вами «Геометрия стиля» и я ее ведущая, стилист и межмейкер Анастасия Камышева. Наша тема сегодня – 70-е. Начало современной моды. Нет, конечно, у нас вовсю шагает 2015-е, но в моде настойчиво стучатся 70-е. Почему именно сейчас 70-е? Для этого нужно немного углубиться в историю моды. Сексуальная революция, борьба за права женщин, проблемы разоружения и экологии стали волновать всех. В 70-е годы сотрясали политические и энергетические кризисы, которые привели к экономическому кризису. Это стало вехой, которая считает началом новый этап развития цивилизации. В этот период на смену строгим нормам и правилам поведения приходит плюрализм и свобода выбора. Появляются новые концепции в теории искусства и архитектуры, получают некоторые определения постмодернизм. Он сознательно ориентируется на эклектичность в смесь классики и авангарда, массового и элитарного. В 70-е называли десятилетием дурного вкуса. Но то, что в 70-е годы считали дурным вкусом, в 80-е стало нормой, а в 90-е годы классикой. В 70-е восторжествовал индивидуальный вкус. С тех пор более не существует единой моды. В этом главная заслуга этого десятилетия. Мода стала представлять собой не одно модное направление, а множество стилевых направлений, сосуществующих друг с другом. Это связано с тем, что у разных социальных групп разные системы ценностей, а значит и разные эстетические представления. Современный дизайн признает право человека на воплощение его как индивидуальности. И, следовательно, право каждого человека на выбор индивидуального стиля. Стиля жизни, манеру поведения на реализацию своих собственных эстетических предпочтений. Раньше такое могло оцениваться как проявление дурного вкуса. Тенденция к индивидуализации образа становится актуальной и в дизайне одежды. Великий французский кутюрье Иссе Флоран сказал, что мода – это не униформа. В нее надо непременно вносить нечто свое, индивидуальное. Она не должна доминировать над личностью, а наоборот подчеркивать ее особенности. Революция в моде означала, что именно потребитель стал диктатором моды. Хотя ему не мило манипулируют. С тех пор производители иногда больше не пытались идти наперекор предпочтениям потребителей и не учитывать их вкусы. В моде 70-х существовало множество стилей – ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, бельевой, спортивный, милитарий и так далее. В переодевании заключался игровой момент. Можно было выбрать себе любой стиль – китайский, цыганский, монгольский, пиратский или превратиться в панка. Выбирая одежду, женщина выбирает имидж, который ей нравится, одежда должна быть достаточно эклектичной, чтобы передать многогранность личности, не ограничиваться одним стилем. Эклектизм 70-х проявился не только в том, чтобы одновременно существовало много стилей, но и в смешении разных стилей в одном образе. Возник диффузный стиль – его вмел в моду кинзо. На смену ансамблях приходит идея комплекта. Возникает идея рационального или базового гардероба, состоящего из небольшого количества сочетающих друг с другом единичных вещей. Идея комплекта возникла также благодаря хиппи. Они составляли костюм из отдельных, иногда совершенно разнородных предметов, стараясь выразить свою индивидуальность. Комплект соответствовал возможностям потребителей в условиях инфляции. Когда они тратили слишком много денег на одежду, был практичен и позволял проявить индивидуальный вкус в сочетании вещей. Комплект до сих пор занимает господствующее положение в гардеробе современной женщины. Спасает ежедневно вопросы, что надеть. О том, что подиумы нам предлагают взять в этом сезоне из моды 70-х и как это правильно нам применить, будет в следующих выпусках. А сейчас просто скажу, что вот это платье-рубашка, которая очень актуальна в следующем сезоне, о которой мы расскажем в следующем выпуске, родом из 70-х. Она универсальна, практична, но об этом в ближайшем выпуске. Будьте стильными с геометрией стиля на канале Самара ГИС. До встречи! Что ж, мы встречаем новых гостей, представляем наших правых молодцев, которые появились у нас в студии. У нас Александр Кузин, режиссер фестиваля. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Илья Никорыснов, ведущий фестиваля, и Сергей Ивошин, пресс-секретарь фестиваля, который, собственно говоря, тоже занимался организацией всего события, которое состоится уже завтра. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, конечно, красиво все сказало, красиво у вас сейчас титры появятся на экране. Ну, я понимаю, что вообще изначально к Стэму вы причастны очень-очень давно, так? Очень давно. Очень давно. Очень так давно, что уже, наверное, даже не вспомнил. Слушайте, ну, замечательно. Что-то первое-то научились ходить или к Стэму? К Стэму. К Стэму. Да, вот так хотите. Замечательно. У меня, у человека, который Стэму изучает только как зритель, к вам такой вопрос. Стэм – это все-таки прежде всего юмор или нет? Ну, конечно же, нет. Стэм – это множество жанров, которые между собой переплетаются и уже выстраивается какая-то цельная картинка. Потому что многие, кстати, считают, это вот опять же для зрителей будет интересно, многие считают, что Стэм – это изначально юмор и приходит посмеяться, грубо говоря. Вот. Но на самом деле есть и очень интересные номера, которые просто нужно думать, обдумывать и представлять. Вот. Поэтому это не только юмор, согласитесь или нет? Но аэрокоссовский зритель всегда думает, что Стэм – это юмор. Да. Вот мы научим аэрокоссовского зрителя смотреть на другой Стэм, посмотрим, как он к этому отнесется, собственно говоря. То есть вы приучили все-таки воспринимать Стэм как юмор? Ну, мы не то, что приучили, а, наверное, больше подстраивались под это, потому что, опять же, зрители это любят, а нужно давать то, что любят зрители. Вы же прекрасно, я думаю, это понимаете. Слушайте, ну, когда у меня, у нас бывают в эфире КВНчики, действительно удивляешься, то, что КВН – это чуть ли не целая наука. Это не просто вышел на сцену и пошутил. Там целые какие-то, я не знаю, чуть ли не правила, как строить шутки и так далее. В Стэме есть ли правила какие-то? Ну, мне кажется, в Стэме это, наверное, не книга, а все-таки как будто бы из уст в уста все передается. Такая легенда Стэм. Да, да, да. Вот мы передаем, и, собственно, в Аракосе, наверное, свое что-то такое есть. Ну, и будем смотреть, что есть у других. Но, на самом деле, если уж отнести это к науке, то все-таки это как-то, говорит, наука есть. Потому что также ты в номере, у тебя должна быть завязка, у тебя должна быть кульминация, у тебя должна быть развязка, чтобы было какое-то логическое завершение. Иначе, если все впустую у тебя, грубо говоря, проходит, то и у зрителей ничего не отложится. Поэтому, в любом случае, по науке надо действовать. По науке надо. Хорошо. А, ну, это, наверное, будет такой даже очень глубоко философский вопрос. От чего же зависит секрет, успех Стэма, от актерской игры, не знаю, от именно сюжета и так далее. Или все опять в совокупности? Мне кажется, от людей, от команды и вот от посылок, которые хотят люди передать. На самом деле, вот это бывалые стамачи, скажем так, да? А я в Стэме всегда участвовал как-то от случая к случаю. То есть, вот Вова Сухов у нас есть такой молодой человек, который делает видео в Аэроквест-меническом университете. И он очень горел от всей идеи. И мне всегда просил меня помочь ему с какими-то видеороликами, с какими-то идеями. И, то есть, я работал именно как такая сторонняя такая вот единица, да, извне, да? И именно смотрел, как ребята делают это в команде, и всегда поражался этому. Потому что они настолько отрешаются от всего мира, от, не знаю, друзей, там, семьи. И вот они живут только в своей команде все это время, когда они готовятся к Стэму, прерабатывают эти шутки, номера, видеоролики. И это очень такой сложный сценический труд, на самом деле. Порой бывает, что этих людей нельзя увидеть вообще в ближайшие месяц-два, только на концерте можно лицезреть этого человека. Хорошо. Что ж, об организации, о самой мероприятии расскажете нам чуть-чуть попозже. Ну, что разрешите, я адресую вопрос нашим телезрителям. У нас фото вопроса. Смотрим внимательно на экран. Ну, вот такая у нас картинка, собственно говоря, из такого фильма этот кадр. 202.11.22. Разыгрываемые билеты в кино. Киномечта ожидает вас на любом сеансе, из какого же фильма был этот кадр. Звоните, отвечайте. Вы знаете, не буду вам... Ну, не буду спрашивать, потому что, опять же, вижу умные эрудированные глаза. Ну, вот такие вот у нас сегодня гости, которые знают ответы на все вопросы. Я вот, кстати, хотел бы еще добавить, вот если кто помнит, какой вопрос до этого был, да, но не про вопрос на экране или еще какой-то, а просто я еще хотел... Да, да, то, что нужно... Нет, не про группу, а про вопрос, на который Сергей отвечал, да. Хотелось бы добавить то, что все все равно нужно делать искренне. И зритель чувствует, когда ему врут. Вот. И обязательно, вот, если искренность добавлять, то всегда все будет хорошо. Поэтому вот командам я желаю побольше искренности, какой-то вот, которая читается, вот, искренность, которая читается. Это секрет успеха. Это секрет успеха, да. Вот как раз вот я про секрет успеха и добавил, то, что вот кто будет, грубо говоря, кому больше всех поверит, тот и, я думаю, выиграет. Замечательно. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Вы, скажите, пожалуйста, любите ли ходить в кино? Кино очень люблю. Очень любите. На какую премьеру хотели бы попасть? На премьеру? Ну, есть какой-нибудь фильм, куда хочется, но еще не сходили, не отправились? Ну, мне нравятся военные фильмы. Военные фильмы. Ну, что ж, быть может, скоро что-нибудь такое и появится у нас в кинопрокате. А пока отвечайте на вопрос, что же это за кадр из какого же фильма? Из фильма «Любовь в большом городе». «Любовь в большом городе». Я вас поздравляю, конечно, два билета в кино достаются именно вам. Киномечта ждет вас. Узнаете по телефону все подробности, как же попасть, на какие же спектакли, на какие же кинопоказы возможно. И, собственно говоря, всего вам хорошего. Выбирайте себе человека, с кем отправитесь в кино, и хорошего вам вечера. Как вы думаете, зачем я задала вопрос именно про «Любовь в большом городе»? Приурочен к чему? К 14 февраля, я думаю. А вот и нет. Сегодня Международный день брачных агентств. Вот такая была у меня потайная мысль. Поздравляю всех людей, кто причастен к этому замечательному делу, кто сводит, кто знакомит людей, кто влюбляет людей, наверное. Ну, а, собственно говоря... Кстати, не отнимаете ли праздник 14 февраля в вашем международном фестивале? Нет, мы даем возможность людям пойти не просто в ресторан или куда-нибудь в другое место, а сходить на фестиваль стемов. И, может быть, познакомиться с кем-то перспективным из другого города опять же. А потом пойти... С москвичем каким-нибудь согласительным. В ресторан, даже в Самарске с москвичем. Почему бы не было? Замечательно. Это будет настоящая любовь в большом городе. Да, абсолютно. Хорошо. О программе фестиваля давайте подробнее поговорим. Во сколько начнется, где, собственно говоря, ожидается весь сбор команд, участников и зрителей? Все действие будет происходить в три дня. 13, 14, 15 февраля в ДК с ГАО на московском шоссе около главного корпуса. И каждый день начало будет в 7 часов вечера. Я думаю, что где-то до 9, наверное, будут идти выступления. Но надо помнить о том, что очень большое желающих количество людей увидеть все это прекрасное действие. Поэтому нужно приходить заранее, чтобы занять места, сидеть комфортно и наслаждаться в замечательных условиях. И успеть познакомиться с москвичем опять же. Да, точно. А то останется в Новосибирск. Хорошо. Ну, а если москвича не будет, то, в принципе, я буду гулять там тоже где-то. Почему бы и нет, да? Почему нет? Вот такая маленькая реклама от людей сейчас была. Хорошо. Александр очень весело смеется. А вот тем временем хочу спросить у него. Как режиссер фестиваля, что обещаешь зрителям, что обещаешь командам? Такого интересного? Мне повезло, что у меня есть еще один человек. К сожалению, сегодня вы можете его не увидеть, но имя должны услышать. Это Андрей Швецов. Привет ему передать. Да, привет Андрей Швецов. Он тоже считается и является режиссером этого фестиваля. На самом деле, конечно же, не надо воспринимать это слово так глобально. Потому что наша все-таки задача выстроить правильно концерт, чтобы он был смотрибелен. Потому что все, что будут показывать команды, это чисто их, это никто им не прописывал. Они привозят свой взгляд на стэм. Мы их просто выстраиваем, ставим по сцене и показываем, где и как лучше находиться. Ну и вот с Ильей мы как раз выстраиваем концепцию концерта. То есть Илья у нас как ведущий, он у нас все время подбадривает зрителей, все время не дает остановиться командам, которые выступают и подталкивает их, грубо говоря, в нужном направлении. То есть по сути режиссерство здесь у нас заключается именно в правильной картинке. То есть не в целиком постановке, а именно картинке. То есть вы вот так вот ведете. Да, да, да. Подталкивая, вот как и организаторы, как и пресс-секретари, как и все, грубо говоря, вокруг, мы подталкиваем команду к великой победе во Всероссийском фестивале. Кстати говоря, о победе. Сколько ожидается победителей? Какие места? Знаете ли вы? Будете ли раскрывать секреты? Какие призы, может быть, может быть? Ну, призы, может быть, мы оставим в тайне. Да, конечно. Но будут различные номинации, мы их придумаем, посмотрим, что там ребята покажут. Будет, может быть, за какую-то лучшую шутку. Ну и, конечно же, третье, второе, первое место будут какие-то глобальные призы, я уверен. Организаторы постарались. Организаторы постарались, как ты думаешь? Я думаю, да. Это секрет. Это же секрет. Нет, это секрет, но в любом случае никто без приза, естественно, не останется, потому что Самара это очень доброжелательно, гостеприимный город, поэтому мы, естественно, все-всем все подарим и всем все вручим. Как пресс-секретарю, как человек, который продвигал этот фестиваль в массы, двигал, собственно говоря. Сергей, ну как вообще встречали такую идею? Улыбались ли, смеялись ли, говорили то, что вау, классно, говорили то, что, а, ну не знаю, 14 февраля вы мне отбираете и так далее. Как? Очень много позитивных отзывов, причем сначала люди делали просто репосты в основном, а вот последние дни уже все звонят, спрашивают, а где можно взять билеты, а во сколько лучше прийти, а можно взять несколько билетов на одно лицо. То есть люди действительно заинтересованы, и их не смущает, что это выходные, что это три дня, что это 14 февраля. Все очень хотят прийти, многие горят желанием прийти на все три дня, то есть не просто прийти какой-то один выбор день, да. Я думаю, что все будет очень здорово, будет очень большое количество людей, потому что заинтересованность есть, и наши самарские исполнители, и творческие люди поддерживают и с позитивом относятся к этому фестивалю. Ну и вопрос, наверное, который не мог не возникнуть. Впервые будет проходить этот фестиваль, но сейчас вот какой-то такой ажиотаж, запал, организаторский не погас, хочется проводить во второй, в третий раз. Будет ли? Я очень надеюсь, что будет, потому что у нас уже есть идеи и планы реализации следующего фестиваля, как и самого фестиваля, так и новые фишки в его продвижении, взаимодействие уже с Министерством культуры Российской Федерации, и есть большое желание, на самом деле, чтобы это стало хорошей традицией для нашего города. Есть еще добавить? Город большой, я думаю, фестиваль действительно будет потом расти, пока команда приезжает. Для первого раза, я думаю, вполне себе нормально, но потом, я думаю, что наш зал аэрокосмического университета нужно будет расширять, пристраивать туда еще какую-то пристроечку, делать его трехкорбов. Может быть, проводить даже на новом стадионе, который строится к чемпионату мира. Слушайте, хорошая идея, на самом деле. Ну, чтобы он всегда использовался. Но, на самом деле, нужно всегда с чего-то начинать. И мы прекрасно понимаем, да, что первый фестиваль, он самый тяжелый, потому что никто пока не знает, как все получится. Но я думаю, что так как мы все приблизительно представляем, что должно быть, я думаю, мы к этому и придем. Потому что если нет картинки, конечно, то не знаешь, куда идти. А здесь все-таки у нас у всех все в головах, я думаю. Нормально, да? В головах у нас всегда все прекрасно. Очень-очень красиво. Да, по-другому никак не может быть. Слушайте, ну, ребят, давайте. На самом деле, от меня, как от любителя всего творческого, любителя всего чем-то такого молодежного, хорошего, заводного, я прошу, я думаю, ко мне присоединятся многие наши телезрители. Пусть действительно живет фестиваль, пусть Самара, как-то даже будет, знаете, вот такая Самара и сразу МКС. Вот, потому что космическая она у нас, потому что и фестиваль на космическую тему, как-то так назван, перекликается, и университет. И, в общем, пусть он живет на самом деле, и пусть первый блин обязательно будет никомом. Вот этого я вам желаю. Что желаете вы сами себе? Пожалуйста, я думаю, у вас есть слово. Сергей, камеру. Желаю себе, желаю зрителям. Я желаю, чтобы все дошли до нашего фестиваля, и никакие препятствия у них не возникли на пути, чтобы всем очень все понравилось, чтобы все ждали следующего фестиваля, уже сейчас начинали ждать его, и чтобы все вышли из зала потом с позитивным настроением, с хорошим таким настроем на следующий день. Ну, я бы хотел пожелать, чтобы мне особо не пришлось подбадривать зрителей, чтобы зрители подбадривали команды. Ну, а если уж что-то не удастся командам, в чем я не сомневаюсь, что им все удастся, я уж тогда их подбадрю, тогда будет все замечательно на нашем фестивале. Хорошо. От режиссера Александра, пожалуйста. Ну, так как мы сегодня вспоминали три даты, 13-е, 14-е, 15-е, то 13-го числа я всем желаю не бояться, а приходить обязательно на открытие и получить массу удовольствия. 14-го получить массу удовольствия от того, что либо найдете там любовь, либо придете туда с любовью. Ну, а 15-го подготовиться к трудовой неделе в хорошем и отличном настроении. Слушайте, а я думала, 15-го вы скажете, ну, а 15-го покупать билет в Москву и ехать в ресторан на улице. Пусть 15-е тоже будет праздником самарским, день МКС. Назовем его, чтобы все было красиво. Кстати, да, в принципе, упомнилось. Нерабочий день будет. Вот 15-е, воскресенье, самый нерабочий день. Хорошо. Кстати говоря, 13-е, пятница 13-е, вообще это число не напугало, когда выпало, вообще как вообще выпало-то именно дата на это число? Задумали или наоборот думали, о, пятница 13-е, давайте так вот подшутим над судьбой? У нас очень мало времени. И эта неделя была решающей. И 15-е... Мы только сейчас узнали, что пятница 13-е, на самом деле. Да, задумывались об этом. Да, ну, на самом деле, я думаю, наоборот, хороший знак, потому что пятница 13-е, это не такой уж и страшный день, как мы сейчас уже понимаем. Страшнее было октябрь, наверное, да, любое число, когда только начинался. Да, мы боимся октября в Самаре. Дороги просто становятся не очень хорошими. Мы боимся больше октября, чем 13-го. Ну, как-то так, да. Ну, что ж, ребят, я думаю, что вас наши телезрители услышали. Придут все, напоминаем, что в 7 часов начало. Адрес? Доказ Гау. Доказ Гау, но Московское шоссе, да. 34-я. Московское шоссе 34-я. Есть информация ВКонтакте, в социальных сетях, есть информация даже о универсальном формате, обязательно сделаем репост, поэтому, если какие-то будут необходимые вещи, заходите к нам в группу «Универсальный формат», и там дальше мы вас уже переадресуем к организаторам фестиваля. Что ж, все встречаемся в 7 часов без опознания, если хотите попасть, потому что мест, к сожалению, не так много, как желающих, но я думаю, что все, кто истинно желает, попадут обязательно на этот фестиваль. Спасибо, что были у нас в эфире. Это была программа «Универсальный формат». Всего вам доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин